Они в ответе за легкие бурятии. И отдыхать не привыкли. Некогда. Те же парашютисты-десантники только пару недель как дома. До этого спасали Забайкальский национальный парк. Алексей Королев тушит пожары 6 лет. В основном с воздуха. Уходить от верховых приходилось не раз. В этом году спасал Бурундука. Мы работали по отжигу. Иду отжигаю. Я ему говорю, ну беги, мол, зеленка. Он не убегает. Обратно сюда в огонь бежит. Но ничего спасли. Потом унесли его на табор. Он у нас на таборе жил. Звание заслуженного работника леса получает Сергей Георгиевич Мотовилов. Его знает вся Бечура. Спасает леса главный лесничий уже 34 года. И не только леса. Много раз приходилось людей выводить из кольца огненного. Самому спасаться. Честно признаюсь, бегством самое сложное. Это все-таки ответственность за жизнь и здоровье уверенных коллег и сотрудников, с которыми приходится идти на кромку этого пожара. Не только на кромку пожара. В лесной профессии много опасных ситуаций, которые надо преодолевать. Вот так по кромке пожара в Бурятии ходят больше 2000 сотрудников лесного хозяйства. В республике 37 лесничеств, 28 лесхозов, лесной спецназ и лесресурс. Не так много людей на 27 миллионов гектаров. Такова площадь лесного фонда Бурятии. Я задачу поставил каждому главному лесничему, каждому директору лесхоза вырастить себе смену. Чтобы действительно в наших лесхозах, в наших лесничествах работали молодые сотрудники. Еще одна задача не только спасать, но и восстанавливать леса. Эта миссия также важна, как и тушение пожаров. В этом году из-за пандемии единого дня посадки леса в мае не состоялось. Но лесники обещают провести его сейчас, в сентябре. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня.